добрый день вот это хочу показать как мазать торцовочный станок раз в год потому что были времена когда его купил новый я надеялся на то что японец туда напхал хорошей смазки что она будет работать и у меня лет за пять-шесть я в него не заглял вот отходишь показывает червяк видите как съела хорошо получается но здесь уже моя смазка то и нету когда его первоначально вынял из родной смазки она была по сторонам как цемент это все работало на сухую ну качество хорошая но и на сухую выдержала ну в последние года я раз год разбираю и мажу и подшипники я показывал как шприцом мазать что если все сначала тут тоже длинный ролик будет здесь чтобы кто не знает его конструкцию здесь стоит стопорное кольцо вот он подшипник чтоб снять вот это такая конструкция якоря тут ничего сложного покажи с этой стороны здесь одевается якорь отсюда этот вал отсюда он выпрессовывается здесь тоже ну подшипники тут это хороший я смазки напихаю туда столько шоу и им густую сильно смазку и вот туда не жалею чтобы дать червяк весь обволакивался пусть лучше его выдавит здесь нету сальников хай выдавит редко когда вот на холи тут ямочка вот этого достаточно и прямо его отсюда вот он прикручивается на двух болтик и туда его вставляю все фиксируем сталь оттуда вот передо мной стоит вот 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 Это очень легко он снимает со всем кучей. Шлак этот убрать, где поналипало. Там где посадка подшипника нормальная, не будем ничего тут смазки никакой, в том то китайской сборке, в том сложнее. Такая намудрая листья, не на днем ухо не натянешь. Когда будем разбирать, то я покажу, такая параша. Этот с плавным пуском, с тормозом, тоже рвет, подскакивает, тут мазать надо чаще, потому что качество хуже. Так. 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 Работает на несколько минут Зато продлит жизнь Купить якорь На эту Торцевую Легче новый станок Нереально Лучше разобрать и помазать Только смазку брать Не сильно густую Летом еще кое-как А зимой Щетки тоже Смотреть надо Если уже Вот так остается Тут уже медь Якорь будет это полить Ну то лучше Вот так еще дополить И все И выкинуть Возьмите и так самое ничего сложно все так заодно уже помажем и эту не мне возвращаться ничего сложного нету просто время а а а Субтитры сделал DimaTorzok Вот вам и результат Видите Шестерня сухая Смазки Вообще Распределилась туда А там где надо Макита не заинтересована Чтобы она у вас по 10 лет работала 3-4 года Они там намазали чуть-чуть Она выдерживает А потом В очках Жить будет Ну сухой Если вы купили новый И там Год-два поработали Не думайте, что он будет работать дальше Не будет Тут рассчитано так, чтобы оно Быстрее поломалось, разлетелось И вы пошли в магазин, купили новый Так Тут Галейчик Не потерять Ставим на место Подшипник плохо сидит Это ж Ей лет 7 Это уже лет 20 Это лет 7 И подшипник уже ходит В корпусе Это китайская сборка Так Подшипник надо мазать Герметиком И садить Сейчас я его Постараюсь Оттуда вынуть Герметиком И садить вот фонарика нету жалко смазка по сторонам а там где рабочая поверхность смазки нету шестерня сухая а смазка подшипник проворачивался то что если проворачивался подшипник вот видите он тут не идеально чистая грязь алюминия и литье кто понимает я вытру вот он качество литья тут кромка широкая тут кромки почти нету то что хрен там будет держаться никакой у нас есть герметик фиксирующий сейчас вот это все надо обезжирить помазать герметиком подшипники делают так вот эти они все равно там смазки закрыты это не рейсмс берем шил только не с этой стороны портим здесь ходит резиночка а тут она сидит жестко вынимаем сухой берем смазку самолетах на колесах может подшипники там ездит значит будет ездить и тут хоть дорогая техника хоть дешевая все вот на соплях делаю сейчас и метаболом то знаменитая блин он болгарку пошел покупать я ее пенек остановил в магазине стал купил он этот днепро серию ругает но я не смог остановить ее от пенек разница в цене за ту цену можно два днепро купить я кому тут не осталось ничего но ерметики есть от свертителя наковыряем он когда застывает получается резина такая шеф ножом не возьмешь ножом не возьмешь салфетку одну принесла жалко да я буду салфетку 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 салфетка все безденежи вот откуда так Вынять вымется Провернуться он никогда не провернется До следующего года И то надо чаще Потому что смазка уходит по сторонам Какую бы туда ни положили Сейчас наденем подшипник А потом уже будем смазку запихивать Салфетка Пусть схватится, а потом смазки туда Набираем смазку в шприц И шприца два туда Каждый год пхнул Ничего не надевается Все равно два шприца мало Полный На следующий год открутим Это разобранная Там пружинка Заодно уже этот помазать Сухарь Не забыть Поменять подшипник Дело не хитрое Поменяем Когда будет уже Огорчать Тоже он Смазки на нематом Вот эта смазка Ну да, этим я Если паркет стелю Беру его Без конца Не остывает Каждый ряд Надо обрезать Края Если доступ есть Вот так Если доступа нет Уже иголочкой С этой стороны Как в рейсмусе Там же не подлезет Все целое Смотрим Что там Седло 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 Целое Туда Ничего не пхнем Пока оно Целое Не надо Там еще Трубать Все Вот О, молодец Склероз Батькович Поселился Конкретно Уходить не хочет Уже ж не уйдет Шпилку Вчера Поставил Но А ну Одной рукой Все Так Я как чистый Не посмотрел Тоже уже забыл О Это уже патология Это рвет Строгается С рывками Останавливается Плохо Не лучший Вариант Это одно Ее преимущество Дешевое Заместо Вот той Можно этих Три Купить Ну а наш Примитивное Паркет Отрезать Что-то Стулья Делали Щетки Еще Хорошие Щетки Забыл Вот она Как крутится С одной стороны Вот Куда Идет Вал Тут Есть Как Нагар А эта Сторона Чистая Так Вот Этим Нагар Походу Ставим Так Как Она Стояла Потому что Можно Поставить И на Абрат Но Это Она Будет Притираться Опять Так В эту Сторон Выработалась Забываем Все Так Самое Вот Это Шпилки Которые Работали Туповат И плохо Режут Не Значение Макита Бош Я Взял Бош В Эпицентре И Довольно Такие Неплохо Еще Режет Чисто Знаете Надо Точить Точить Надо Не Ручным Способом Отдавать На Завод Чтобы Все Были Все Зубья Чтобы Были Одинаковые Вот Тут По Толщине Если Будет Одно Шире Одно Уже Такой Же Будет И Рез Где Отрезал Нет Планки В Длину Ее И Чистить Не Надо Потому Что Новое Это Уже Рвет Это Тоже Тупая Позализывалась Тут И Тут Края Тупые Ну Что Их Наточить Если Профессионал Сделает Еще Сто Лет Ходи Все 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 Сделал Их